добрый день друзья меня зовут сергей и вы на канале диорамы из пенопласта и прежде всего я хочу поздравить нас с тем что у нас три тысячи подписчиков это хорошее и большое достижение но я буду стремиться к лучшему то есть постараюсь сделать более качественный контент но как бы там не было по просьбе зрителей я исполню еще одно желание то есть некоторые из них попросили показать как же я расписываю миниатюры для своей диорамы то есть фигурки и начну я пожалуй сегодня с наполнения для диорамы а именно я буду расписывать две фигурки это девочка или и ее сопровождающий джоэл из игры одни из нас ну что ж усаживайтесь поудобнее и погнали и начну конечно же я с девочки или она пришла мне вот в таких пакетиках с алиэкспресс и представляете она действительно из игры то есть китайский художник взял и сделал копию девочки или замечательной детализации мне очень понравилась эта миниатюрка а вот джоела к сожалению я не нашел поэтому я подбирал примерного человечка примерно похожую миниатюрку и мне приглянулась вот это он в куртке но в куртке он был в научном центре поэтому за большой грех я это не беру а вот вместо пистолета с которым обычно ходит револьвера у него в руках калашник вот мне придется убрать сделать из калашника пистолет и убрать вот эти вот и убрать патронтаж у него с ноги с голени то есть все я это буду срезать но это в будущем а пока займусь девчонкой ну и как обычно обрезаю все лишнее зачищаю и склеиваю ну и готовлю ее к покраске обезжириваю я свои миниатюрки спиртом и в дальнейшем когда он высохнет наношу в качестве грунта обыкновенную черную краску ну я пользуюсь краской валеха валеджио я не знаю как называется а вот в качестве краски для лица я также беру валеха ну будем называть его так это 845 номер то есть солнечный загар кожи она так интересно устроена что после каждого наложения слоя слой становится темнее то есть проявляется загар и только изредка в дальнейшем я добавляю красный цвет кожи но это как бы для выделения теней прорисовываю глазки если получается больше ничего страшного я прям сверху закрашиваю опять белым но опять же дело в том что после наложения бликов на радужку глаз глазки как бы визуально становится меньше ну и меняется как бы направление взгляда потом я убираю выступающую белую краску вокруг глаз и той же краской подтон лица и глазки становится меньше ну вот как то так потом беру более темную краску той синюю синяя смешиваясь черным и прорисовываю зрачки но они маленькие как бы не особо видно потом прорисовываю брови неважно какие они будут толстые либо тонкие я их буду делать тоньше все с помощью той же телесной краски то есть я начиная от волос буду постепенно по лбу приближаться к бровям делай брови все тоньше и тоньше и тоньше но если вдруг я их закрашу я их нарисую по новой и опять процедура продолжится до тех пор пока толщина бровей меня не устроит я думаю что ничего нового я здесь не придумал потом я беру красную краску это красный тон кожи так называемый и прохожу немножко по всем по подбородку по ушам немножко по надбровным долгам и по щекам потом когда немножко подсохнет я уже возьму также у меня есть смолочка от в олег а я просто развожу и очень жидко и прохожу по лицу и уже во всех углублениях она становится более темной ну вот как то так вот она красная кожа но мне кажется еще что как бы девушка девочка конопушками веснушками я не знаю веснушки проявляются весной окна пушки постоянно я вот нанес вот мне кажется что у нее что-то там такое есть веснушки липко на пушке ну или в она просто не знаю где-то побилось чуть ну и ладник теперь я начну делать руки кисти покрашу ружье винтовку и буду собирать девочку в одно целое и по всему телу я пройдусь еще серой смывочкой то есть по всей одежде ну здесь я как бы поторопился еще со сбором девочки со склейкой ее у нее же еще на груди рисунок то есть солнце море и пальмы вырежу из кусочка поролона что-то наподобие кружка и вот этот рисуночек нанесу и на футболку ну по сути это не рисунок а оттиск и уже на этом оттиске я буду рисовать к типа принта внизу я проведу полоску море а на этом белом кружке я размещу пальмы и желтой краской прорисую солнце не знаю насколько похоже получилось сейчас я покажу как у нее должно было быть в игре на судить конечно же вам и и и и А теперь сверху методом сухой кисти, светло-серой краской, нанесу немного пыли на джинсы и футболку. Приклею голову, ну и еле готово. И останется дело за малым. Ой, покрасить джойла. Ой, как я забыл. У нее же еще кеды. Да, надо закончить кеды. И уже после этого приниматься за джойла. Вот теперь Элли точно готова. Ха-ха. Джойл, я иду за тобой. Ну а джойла, как ни странно, я покрасил в том же порядке. Просто на лицо я взял немножко более темные тона. И так как рюкзака у него при нем не было, я оставил ему, которая шла в комплекте, дорожная сумка. Она, в принципе, неплохо смотрится на нем. Так и оставим. Ну вот, дошло дело и до автомата. Сейчас я из него постараюсь вырезать револьвер. То есть то оружие, к которому и привык Джойл. Ну вот, вроде и готово. Осталось добавить что-то типа барабана и мушку. Ну и, конечно, покрасить. КОНЕЦ Ну вот и Джойл готов. Пора ему объединиться с Элли. И давайте посмотрим, что получилось. А мы с вами, как обычно, не прощаемся. Ролики теперь будут выходить постоянно. И, думаю, чаще, чем обычно. Но, по крайней мере, мне нужно закончить тот материал, который собрался у меня. До встречи. А вам удачи. А главное, здоровья. Берегите себя. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова